И когда я вам рассказывала про женщину, которая мне показывала, как она отрастила поджелудочную железу, это же далеко не один человек, который это всё сделал. Это же в том числе я могу сказать про себя, когда мы с вами уже говорили, что если у человека, например, по зубам можно определить, какой у него возраст, по сетчатке глаза возможно определение, какой у него возраст. Но если с этими органами что-то не так, то определяют возраст человека по его сосудам. То есть сосуды, они в первую очередь страдают. И когда мои сосуды рвались, то есть я уже не могла… Я практически всегда была вся в синяках, потому что они мне периодически подтекали, так вот назовём. И они же у меня восстановились. И это же тоже говорит о том, что у меня они восстановились, но я это предоставить на бумаге не могу. То есть если я на бумаге могу предоставить рост зубов, потому что как бы есть снимки, то сосуды же тут не предоставишь, и их как бы нет таких снимков, нет этих заключений. То есть заключения есть, какие анализы, и какие недостатки были. Вся карта там красная. У меня на карте прямо красным было написано, там астма какой-то степени. Вот сейчас у меня вообще нет карты. И она где-то там вот как была 10 лет назад, там так и осталась. Её просто у меня сейчас у неё не существует. Причём мою карту было видно. Вы, наверное, слышали, да, таком, что заходишь, её искать не надо. Там вот такая вот стояла с красной перекладинкой, у которых группа, и которые под особым наблюдением, у них на карте, ну, по крайней мере, в Екатеринбурге, вот так вот, клеилась такая красная полоса, широкая красная полоса, что это как бы особо опасно. Вот, поэтому её искать не нужно было. И тут люди с двумя сердцами, люди, которые отращивают конечности. Это же не просто сказки, это же не просто байки. Это реальные истории, которые происходят вот с нами, где мы с вами живём. И когда мы слушаем там в масках, то есть мы с ним посидели, я говорю, смотри, ну вот есть, например, вот такие вот моменты, когда там кто-то в маске с искусственным голосом рассказывает там, ой, там вот происходит вот такое-то, такое-то, я никому не говорил. Он говорит, да нет такого. Но, говорит, у нас нет такого, что кровью забрызгал. У нас, говорит, нет такого, что там… Но бывает, что с внутренними органами что-то… Ну, они такие исхудавшие. Но то, что, как правило, показывает, какой-то коллапс происходит внутри человека, этого, говорит, практически не происходит. В том числе и ЖКТ. Когда люди чистят ЖКТ свой прямо без ума, без памяти. Да, его нужно чистить, безусловно. Но вы можете посмотреть ЖКТ. Я глотала эти камеры. У меня знакомые, которые переходили, ребята глотали эти камеры. И если вы даже не почиститесь, но если вы перейдёте, например, на соковое питание, то в течение, через неделю вы можете прийти и проглотить эту камеру. Она пройдёт по всему ЖКТ. И вы посмотрите, насколько нежно будет весь ваш пищевод. Там не будет никаких каловых камней. Потому что каловые камни, про которые нам многие говорят, они образуются только если у вас деформирован ЖКТ, не может вычиститься. И в этой деформации скапливаются вот эти вот каловые камни. Но это крайне редкие случаи. Ребятки, всем привет! Это мой резервный канал. Здесь я выкладываю некоторые видео, но на вопросы я не отвечаю здесь, потому что даже их не читаю. Если вам нравятся мои видео, если вы их смотрите, то, конечно же, присоединяйтесь к моему основному каналу. Все ссылочки будут под этим видео. И, конечно же, на основном канале вы можете зайти в комментарии, задать мне любой вопрос. И тогда я его либо вам напишу, либо озвучу в каком-нибудь из своих видео. Также я приглашаю вас на свой канал в Телеграм, где вы можете пообщаться по теме автономии и просветления. Работе с сознанием и не только. Со мной и с другими участниками. Нас уже, ребят, больше 10 тысяч. Я вас всех очень жду! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!